Меня зовут Нестерчук Мария Владимировна, я адвокат Воронежской областной коллегии адвокатов филиала адвокатской конторы Бражникова Нестерчук и партнеры. Являюсь защитником сидящего рядом Коробчука Олега Владимировича по уголовному делу. Уголовное дело сейчас в настоящее время находится на рассмотрении в Калужском районном суде Калужской области. Обвиняется Олег Владимирович в совершении двух преступлений. Это статья 201 Уголовного кодекса злоупотребления полномочиями руководителем коммерческой организации и растрата денежных средств, часть 4, санкция которой предусматривает в том числе лишение свободы до 10 лет. Соответственно, с этим обвинением мы не то что категорически не согласны, мы считаем его абсолютно незаконным. Если можно выразиться юристу обывательским языком, просто в отношении этой ситуации считаем, творится беспредел, извините меня за такой сленг, в чем ситуация сложилась. Хочу сказать, что на стадии следствия и утверждения обвинительного заключения в прокуратуре Калужской области, в районе, мы услышаны не были. Наши ходатайства с самого начала следствия заявлялись, и жалобы направлялись, и все доводы, на мой взгляд, наши объективные, обоснованные, не были услышаны и не были опровергнуты. Итог таков. Дело находится в суде. Олег Владимирович, пенсионер военный, полковник в отставке, уважаемый человек, является подсудимым, находится на скамье подсудимым. Какой будет итог, естественно, остается только догадываться. В чем незаконность, я бы сказала, даже абсурдность этой ситуации? Он являлся руководителем акционерного общества «60-й арсенал», представителем руководителя. Руководителем данной организации является управляющая компания. Акционером данного предприятия является Российская Федерация. Вед деятельности, чтобы просто было понятно, ремонт и обслуживание военного оборудования. То есть, иными словами, данная организация осуществляла госзаказы по ремонту и обслуживанию оборудования. То есть такая специфическая деятельность. Олег Владимирович, у нас следующий человек в этом вопросе, из февраля по сентябрь 2016 года, верно? Он являлся по доверенности представителем руководителя данной организации. В этот период времени, еще даже задолго до этого, была реализована федеральная целевая программа, согласно которой в адрес АО «60 Арсенал» были выведены денежные средства Министерством обороны на развитие предприятий. Согласно федеральной целевой программе, каждый руководитель обязан был придерживаться ее, соответственно, осваивать бюджетные деньги и осуществлять действия, направленные на реализацию этой федеральной программы. Следующим этапом, как раз когда он был назначен руководителем, была закупка двух станков. Сейчас не буду вдаваться в подробности их наименования, двух станков. При этом была утверждена сметная документация, их стоимость по состоянию на 2014 год, и Олег Владимирович, действуя в интересах, соответственно, этой организации, все как полагается, принимает решение о закупке этих станков. И действует, согласно указанию руководства, на основе федерального закона 44-го, который регламентирует порядок проведения торгов и закупки. Все действия, которые совершил Олег Владимирович. Значит, устанавливается максимальная предельная стоимость этих станков, причем ее устанавливает комиссия, в состав которой он не входит, он руководитель, утверждает потом эту стоимость. Все это устанавливается на основе запросов официально направленных, там исчисляется стоимость, все устанавливается, предельная максимальная стоимость, выше которой закупка невозможна. Затем он утверждает аукционную документацию, и предприятие выходит на торги. На торгах поступает предложение, все в соответствии с законом, даже подтверждено это решение антимонопольной службы, все в соответствии с законом. На торгах, значит, поступает предложение, закупают станок первый. Стоимость станка превышает стоимость, которая указана в проектно-сметной документации. Ну, проектно-сметная документация от 2014 года, здесь уже 2016 год, и это специфика торгов. Начиная торговаться, уже предприятие не имеет права не заключить контракт по результатам торгов. Все. Олег Владимирович, как представитель предприятия, заключает договор на поставку станка. Следующее его действие, которое описывает следствие, он утверждает аукционную документацию на покупку второго станка, и, соответственно, комиссия АО «60 Арсенал» устанавливает максимальную предельную стоимость. Все. С 30 сентября 2016 года Олег Владимирович больше там не руководитель. Дальнейшие действия по заключению второго контракта на поставку второго станка, а также действия по перечислению денежных средств поставщику по первому и второму контракту осуществляет иной руководитель. Что мы видим из материалов дела? Олегу Владимировичу обменяется злоупотребление полномочиями, якобы он по завышенной цене купил эти станки, и хищение денежных средств, потраченных на закупленные станки, то есть той разницы, которая превышает в цене проектно-смертную документацию. И это вменяется ему, несмотря на то, что Олег Владимирович второй контракт не подписывал, несмотря на то, что денежные средства он не перечислял и не принимал таких решений, несмотря на то, что он действовал в рамках федерального закона 44-го, несмотря на то, что он не утверждал предельную максимальную стоимость, а это решение принимала целая комиссия на основании конкретных коммерческих предложений, и все в рамках закона. То есть единственное, что сделал Олег Владимирович, он принял решение об участии на торгах и заключил первый контракт по цене выше, чем в проектно-смертной документации. И следствие почему-то решило, что это является преступлением, а точнее квалифицировало его действия одни и те же по двум составам преступления. 201 статья Уголовного кодекса злоупотребления и 160 статья – это растрата в особо крупном размере. Эта четвертая часть – это тяжкое преступление. В общем-то абсурдно представляется то, что вообще можно было человека обвинить в совершении преступления, какого-либо вообще сотрудника данной организации, по той причине, что нарушений никаких допущено не было. Все действовали в рамках закона. Главное еще уточнение в этом моменте. Да, действительно, закупочная стоимость двух станков была выше, нежели та, которая предусмотрена в проектно-смертной документации. Но самое главное, что было подписано дополнение к техническому заданию номер 4, насколько я помню, утвержденное всеми руководителями управляющей компании, а также заместителем министра обороны Борисова, которые утвердили эту стоимость, по которой закупили в итоге станки. И эта стоимость была утверждена в том числе заместителем министра обороны. Парадокс. Здесь у нас в деле представителем, одним из представителей потерпевших является представитель Министерства обороны, юристом с местного военкомата в Калуге. Что может меняться здесь в вину, мы просто себе не представляем. Преступления как такового не было. И Коробчук, как руководитель, который даже в тот период, когда перечислялись деньги, осуществлялась распоряжениями, заключался второй контракт, не являлся даже руководителем. Согласно ФСЗ-44, любой руководитель, будь там он или кто-то еще, не имел права, не имел права не заключить этот контракт, тогда, когда уже торги состоялись, понимаете. И стоимость этих станков, да, она действительно выше. Она была утверждена во всех инстанциях, в том числе заместителем министра обороны. Поэтому, полагаем, вообще обвинение просто абсурдным, несостоятельным. Все обстоятельства не то, что не доказаны, они даже не установлены, а точнее установлены в деле обратное. Следователь описывает корыстную цель, корысть. То, что Коробчук что-то заработал на этом, абсолютно не доказано. Указывает абсолютно абсурдный мотив о том, что Коробчук в целях карьеризма человек пенсионер, 60 лет. Какой может быть здесь цель карьеризма, мы вообще не понимаем, о чем идет речь. В общем, дело изначально, полагаем, сфабриковано, все доводы следствия незаконны. И обращаемся, наверное, к общественности, к общественному мнению, к СМИ, как к помощнику, потому что в рамках закона достучаться до правоохранителей оказалось невозможно. Ни органы предварительного следствия, ни прокурор, который осуществляет надзор, внимание за соблюдением законодательства, закона, просто не опроверг наши доводы и не принял их, и просто на основании закона не рассмотрел и не сказал свою позицию. Дело направили в суд, теперь с учетом минимума процентов оправдательных приговоров мы будем пытаться, конечно, достучаться до суда и доказать его невиновность, но считаем просто необходимым это как-то отразить в средствах массовой информации.